В конце прошлой недели администрация муниципалитета провела свою проверку и выкопала фрагмент трубы, через который жиросодержащие отходы, отравляющие воздух и почву боровихи, как уверены жители, попадают на местные поля фильтрации. Теперь труба разорванная, жижа льется в лес. Он же сейчас может просто организовать вывоз ассоциализаторными машинами. А куда? Контроль будет над этим? Те отходы, которые сейчас уже имеют место быть, получили выход на поверхность. Ничто не мешает надзорному органу брать пробы и делать анализы. Эта мерзкая жижа уже не первый год отравляет жизнь жителям Боровихи. Она есть и на полях фильтрации, и в лесу. Находиться здесь, мягко говоря, противно. Вязкое белое вещество источает трупный запах на всю округу. Люди уверены, что это Алтайкорм, сливая свои отходы. Больше некому. Если посмотреть на территорию с высоты птичьего полета, Алтайкорм – ближайшее предприятие к полям фильтрации. По прямой всего 500 метров. Конец трубы с выходом в поля еще в прошлом году зафиксировал специалист Минприроды. Он даже обозначил, что жижа биологического происхождения. Но заключения о том, что это отходы предприятия по переработке костей – нет. Труба проходит по землям Гослесфонда и землям Первомайского района. Администрация муниципалитета утверждает, что разрешительные документы на прокладку трубы не выдавались. Так неужели невозможно установить собственника трубопровода? Администрацией района инициирован муниципальный земельный контроль с целью установления факта наличия именно трубопровода на участке между полями фильтрации и территории предприятия. Но даже этот очевидный факт не является доказательством. Жители села постоянно пишут письма в профильные ведомства, чтобы те, наконец-то, взяли пробы и определили состав вещества. Возможно, оно представляет большую опасность, чем кажется на первый взгляд. Надзорным органам следовало бы давно взять пробы отходов на предприятии и на выходе из трубы. Это и будет доказательством. Почему же этого до сих пор не сделано? Директор Алтайкорма из года в год говорит о том, что оборудование для фильтрации вот-вот будет смонтировано. Там не только дело в фильтрах. Там еще и шлюзовую систему надо делать. И обработку раствором. Это все сейчас докупится дополнительно оборудование. И все встанет на свои места. Не все так просто. Думаю, до осени все доделаем. Но в эти рассказы уже никто не верит. В марте 2020-го жители Боровихи обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. По его запросу вице-губернатор Лукьянов провел совещание в краевой администрации. Обсуждали, как костный завод соблюдает земельное, лесное и природоохранное законодательство. Список участников солидный. Надзорные органы, власти села. Жители Боровихи не пригласили. Они узнали о совещании в последний момент. Прессу не пустили. А главный герой обсуждения, руководитель Алтайкорма, на совещании отсутствовал. По итогам было выписано одно единственное распоряжение – Россельхознадзору. Срок исполнения закончился еще в апреле, а сливы отходов продолжаются. Вот свежие следы. На наши звонки директор предприятия не отвечает. К слову, Алтайкорм – небольшое, но важное предприятие в структуре экономики региона. Его кормами для животных пользуются агропредприятия всего края. Хорошо, что завод предоставляет рабочие места в селе. Хорошо, что наполняет налогами бюджет и даже участвует в каких-то социальных программах. Но это не дает предприятию право наносить вред окружающей среде и лишать жителей Боровихи возможности дышать чистым воздухом. Люди обратились ко мне за помощью, когда прошли уже все инстанции с жалобами на Алтайкорм. Мы собрали все документы, проанализировали информацию и теперь вместе с журналистами будем разбираться. Почему справедливые требования жителей села не удовлетворяются? Кто виноват, вопрос не праздник. Кто виноват, тот и должен платить за нарушение и рекультивацию полей фильтрации. Земля принадлежит муниципалитету. Поля фильтрации в аренде местного пивзавода. А тот, кто загрязняет природу, уходит от ответственности. С ними бесполезно общаться, с этими людьми. А как-то там, не знаю, вы на них в правоохранительном органе? Мы написали, почему у нас есть ответ. Мы начали жалобы тоже писать от себя. На них, да, именно что? Ну, естественно. За поля фильтрации именно, да? А реакции, я так понимаю, никакой. Ну, на сегодня, да. Вот это возмущает, что никакой. В рамках журналистского расследования мы обязательно проверим, работает предприятие или нет. Докопаемся до источника загрязнения крушающей среды и расскажем о каждом участнике этой дурно пахнущей истории. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.